итак всем привет сегодня я вам покажу как я возможно научил наконец-таки все-таки свой станок беспрепятственно отрезать и от раза к разу как было у меня раньше что то режет то не режет непонятно что было вчера пробовал по новому способу и вот 27 грань режет труба на 38 стенка 5 миллиметров тоже режет без масла ну конечно охлаждающая жидкость бы не помешала бы даже очень не помешала по нам сделала доброе дело но это еще нужно доделывать тут и поддоны и слив и так далее это это в будущем в проекте главное что вроде он начал резать я вам сейчас покажу как он режет отрезает а потом дальше уже кто заинтересуется я могу рассказать как я этого добился вот в общем то этот способ мне добрые люди уже давно советовали а я как-то все боялся испортить резец и после того когда я переломал уже несколько резцов заводских наконец-таки я все-таки соблаговолел последовать совету и сделать резец как не советовали люди спасибо вам большое да и спасибо большое за комментарий к последнему видео вы мне очень помогли своими советами все я старался всем отвечать да вроде всем и отвечал спасибо что не ленились писать развернутые ответы вы мне очень помогли возможно сэкономили кучу денег потому что я вас спрашивал за станину как усилить много много совета все хорошо все прелестно ну и многие из вас именно вот как сказать вот я чьих чем бы советом последовал бы многие из вас пишут что да вот надо сделать вот так вот так вот так ну в общем у тебя станок точит уже нормально и поэтому возможно и нет смысла заморачиваться и я пока так и решил что не буду я больше заморачиваться а буду точить как есть а там дальше видно будет единственное что продумаю еще как усилить меня переднюю бабку вот вот это я постараюсь сделать еще так мы все начинаем точить а то я убежал уже от разговора от основной темы сейчас закрепляю камеру и показываю вам как он теперь у меня отрезает ну что поехали возможно сейчас рука дрогнет и я обломаю опять резец ну да это случается у всех токарей ну в путь а Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас поставлю грань на 26 и отрежем ее. Все. Только грань нарезать до конца не буду, уж извините. Рисов у меня всего два. Я что-то рисковать не хочу. Опа. Так, видно там? Все нормально. Должно быть нормально. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такие вот дела. Короче, все нормально. Видите, отрезает. Так. По-моему, а я сколол резец. Сколол кусок. Блин. И сколол сбоку. Значит, я его неправильно выставил, да, по идее. Ну, главное видно, что результат... Вот он, пожалуйста, на лицо. Все нормально. А сейчас я покажу вам, расскажу, как я узнал, какой ширины должен быть резец именно для моего станка. Ну и покажу, как определить, какой ширины резец будет отрезать на вашем станке. Сейчас я вам это покажу. Так. Наверное, ракурс я менять не буду. Пусть так остается. Вам будет видно. Для этого я сейчас поставлю опять трубу. Потому что на грани будет плохо видно. Вот такой вот рез получается. На место трубу. Возможно, я не знаю. Конечно, невозможно. А точно об этом способе многие знают. Наверное. А может кто-то не знает. Например, я не знал. Догадался вчера. И сделал. И получилось. Резец начал отрезать. Так. Сейчас я поставлю заводской резец широкий, 5 миллиметров. Да. Сколол кусок. Может он уже трескнутый был у меня. Ну, короче, ладно. Теперь можно купить пару резцов. Сточить как надо. И все. Вот у меня резец есть. Заводской 5 миллиметров. Но он сколонный уже. Я вчера начал плоскость этого стачивать. А потом думаю, что я туплю. Если я все равно его буду делать уже. Как раз вот этот скол уйдет. И не надо погонить плоскость. Но сейчас для этого эксперимента оно пойдет и так. Должно. Так. Вот что я сделал вчера с тем другим резцом. Поставил его как надо. Опа. И дальше я начал протачивать. Так. Сейчас. Чуть-чуть подальше. Вот так вот сделаем. И дальше я начал протачивать. Запускать по одному миллиметру. То есть вот. Подвел резец. Все. Упер. Теперь я подвинул его на 1 миллиметр. И начал протачивать. Отрезать. Смотрю на миллиметр. Он у меня идет нормально. Дальше подвинул на 2 миллиметра. Тоже идет нормально. Срезает. Ну. Вот. Эта стенку. Два с половиной миллиметра. Три. Дошел три с половиной миллиметра. Он у меня начал дробить. Все. Понятно. Что больше трех с половиной миллиметров. У меня резец. Сейчас. Во всяком случае. Не работает. И я вот этот резец. Который вот эти вот. Сейчас. Резал. Я его сделал. Здесь у меня получилось 3.1. Здесь 3.1. Здесь ровно 3 миллиметра. То есть. Всего одна десятка. На сужение. Ну. Это так получилось. А там. Просто. Слепо следовать совету. Что. Бери резец. 2 миллиметра. И режь. Я не захотел. Потому что. Все-таки. 2 миллиметра. Это сильно тонко. Если. Трехмиллиметровый. Сейчас. Колола. Двухмиллиметровый. Уже. Наверное. Пластинка. Отскочила бы. И так. Тело остается. Мало. Для упора. И так далее. Ну. Короче. Я вот сейчас. Вам. Рассказываю. Способ. Как добиться. Именно. Узнать. Толщину. Пластины. Ширину. Именно. Для вашего. Станка. Потому что. Может быть. Такой. Станок. Как. У меня. Вначале. Самом. Был. Так. Он. Навряд ли. Миллиметром. Вырезал. Вот. И теперь. Очень. Проверяем. Все. Вот. Миллиметр. Режем. Делай. Два. с. 2 мм. Режем. Делаем. 2.5 мм. сейчас она дробить начнет так ну пока вот видели два с половиной миллиметра он точно снимает запросто но дальше у меня тут скол начинается поэтому я не буду продолжать извините потому что я могу его обломить дальше мне надо его сточить просто я уже знаю у себя что у меня три миллиметра нужно вот и так продолжаем то есть держим этот резец и отводим 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 до тех пор пока не начнет дробить и вы узнаете какая ширина то есть штангенциркуль замерили а у меня три получилось но у меня limbo нет поэтому подавал то я вручную наугад ну короче получилось три миллиметра сейчас но это до скола и он еще видите не дробил то есть возможно этим резцом можно будет и пошире резать потому что эти эти ресурсы разные этот т15 ходить т5 к 10 а этот vk 6 я не знаю или может это опечатка или нет но написано именно vk 6 видно вам будет нет мне продавец магазине сказал vk 8 а потом он досмотрел vk 6 и он у меня сразу как-то после первого эксперимента обломился я его повесил и он у меня висел лежал без дела а теперь пришла очередь и его доделать довести до ума вот такие вот дела наверно все да за стружку я в прошлом видео жаловался что у меня стружку такая вот а мне один человек написал токарь 40 летним стажем и он написал что эта стружка как раз таки такая какая должна идти по технике безопасности пишет что то что ты видишь на ю тубе длинные вьющиеся стружкой это по технике безопасности неправильно и потому что она лезет под резец там еще куда-то там и так далее короче опасно а именно вот это вот такая вот ломаная ломаная стружка это само то что надо поэтому вроде ну короче я рад очень рад у меня вчера была прямой эйфория хотел вчера снять кино но решил утро вечера мудреней и короче теперь я могу отрезать все всем до свидания всем пока спасибо за просмотр ставьте лайки если нравится комментируйте обязательно может еще потому что только благодаря вашим комментариям я вот до всего этого дохожу благодаря вашим советам у нас вокруг это спросить не у кого ничего даже у токарей потому что токаря они умеют работать на заводском станке и они нюансов этих почему-то не знают их начинаешь спрашивать тетя станок токарной из самодельных да ну и все ты ты там ничего не сможешь на нем делать ну извините ребята если плюнуть на все эти советы и следовать своим мыслям и идеям то кое-что все равно получится так что дерзайте и удачи всем всем спасибо